здравия други у меня обнова значит повод возможность похвастаться а заодно рассказать сегодня буду рассказывать про бублик обнова для велосипеда я купил себе покрышки 5 дюймовые 4.8 макси сейчас остановлюсь где-нибудь про все расскажу пока для тех кто не любит длинные видео я задавал вопрос всем пытался выяснить можно ли на прайк поставить покрышки 48 так и не нашел я никаких короче ответов никто мне ничего не объяснил и не сказал так вот я вам с уверенностью сразу заявляю прямо во первых строках этого видео что покрышки поставить можно 5 дюймов 48 залетает со свистом на прайк тонации 2 сейчас остановлюсь и буду базарить многое покажу байк свой на крутых покрышках крутой ну так вот судя по компьютеру про покрышки потом скажу маленько в конце судя по компьютеру я на байке проехал на прайде на своем на бублике проехал за год две с половиной тысячи здесь там у меня велокомпьютер ай gps ай gps порт что ли короче китайский велокомпьютер с gps там короче не меняется одометр нельзя сбросить и нельзя накрутить цифры не выставляются почему так сделано вот я его купил примерно год назад по бездорожью съехал задохнулся так вот купил его примерно год назад и на текущий момент он показывает две с половиной тысячи на доме 3 то есть я за год проехал две с половиной тысячи вот это тоже повод поговорить о велосипеде в общей сложности где-то примерно три три с половиной велик прошел за все время с момента покупки вот и чё и короче забыл что хотел сказать ну в общем сейчас вот так сейчас выглядит моя прелесть покрышки максис миньон 48 киваровый корт все дела задние передние спрашивал тоже этот обозначение покупал на планетарках планетарки . ру там как раз распродажи они были со скидоном я весь на колесе обозначение fbf а на заднем колесе фбр я спрашивал что это значит у механика механик наш казался не знает а потом выяснил это короче переднее заднее колесо различается рисунок протектора на одном я может быть их и перепутал кстати говоря это не факт что я так поставил как на дому на одном такой рисунок на другом вот такой мощный протектор высокий видно боковые вот эти зацепы грязевые охерительные и для на каторпе верхней как бы чуть пониже вообще бомба покрышки просто бомба 48 дюйм единственная была проблема с установкой замукукался их ставить задние так и не настроил она у меня немножко колбасит восьмерик точнее на скрыть ну может на место встанет водах тоже находил раз пошло и по самому велику сказать после длительного времени использования сразу менялась звездочка самом начале у меня состоится овальная нейтрина не помню сколько зубьев это мне тоже механик советовал поэтому ну то есть он не просто скинул наш самый любимый механике самого любимого магазина человек который во всем этом разбирается жене из даблспорта короче мне скинул ссылку где покупать я купил он не все поставил ты звезда в самом начале в этот второй год на она наездит получается 3 даже не помню уже короче звезда овальная поменялась сразу педальки стоковые стоят педальки заменятся в ближайшее время как только в даблспорт привезут мне педальки я поеду сразу куплю почему потому что стоковые немножко иногда скрипят иногда их просто клинит видимо уже все там свой срок выработали дальше менялся подсидельный штырь я его сломал на кочках видимо напрыгал он сломался вот в этом месте пошла трещина ну естественно там же в даблспорте купил другой до поставил все больше ничего не менялось звезду кстати менял не потому что там чего-то а потому что в этом что так приспичило просто с покрышками та же самая история как бы ну ты покрышки менял получается дважды сначала я ставил четырех дюймовые максисы а потом просто потому что хотелось что-то поменять на велики на бублики поэтому купил поставил в общем-то так-то не необходимости небольшая такая как бы необходимость в принципе есть поменять стоковую резину сразу если покупать сейчас говорим как раз непосредственно о прайде если на стоковой резине поездить она тяжеловато немножко и по весу и на ход там какая-то кенда или ванда ли какая-то стоит вот смысл есть и перекинуть кстати говоря пока вспомнил то забуду когда уже заказал покрышки с чуваком который есть глеб учим короче разговаривал может быть вы скоро с ним познакомитесь даже вот разговариваешь и он ездит тоже на пятидюймовых у него свадьбе jumbo джим вот то другое очень мы с ним говорили он где-то обода у тебя какие я ну типа там восьмидесятка обода на 80 и он мне такое говорит так а наверное не встанут колеса то на них еще я ночь не спал я переживал покрышки уже ехали там потому что скидон был знаю сидит там закончилась акция не закончилась лезьте на планетарке если кому на планетарке . ру и там ищите пара комплект короче мне обошелся в 7000 задние передние колесо оба две покрышки так вот глеб ученик такой и говорит на восьмидесятые обода не влезет резина будет выпрыгивать я не спал ночь я переживал утром стал полез смотреть сколько обода стоит ужаснулся и думал что все на этом хана жизнь кончилась как как быть вот но в итоге все обошлось хорошо резина встала на обода хорошо ну точнее не спрыгивает ничего не очень она хорошо встала я всяко пытался давление максимальное в шинах 14 я почему-то решил что четыре атмосферы накачал до трех прокатился даже съездил на них как-то не порвало заметьте не порвала потом поэтому покрышки хорошие потом только прочитал что 1 и 4 бара давление ну вот и что-то еще хотел сказать про это короче на обода на 80 они стали нормально везде в раму они вписались хорошо надо показывать это сейчас стану покажу можно это делать вот ну и собственно и сегодня на всем велосипеде больше ничего ничего у меня вообще ничего не ломалось ломался штык подсидельный только остальное все менялось потому что мне так приспичило вот еще офигенный байк уже реально офигенный а если поставить 5 4 и 8 туда покрышки то можно просто он становится еще брутальнее еще наворочение он просто в руле на дырке просверлишься швик рулить было удобно классно значит показываю просвет и вот так видно принципе достаточно расстояние можно было конечно будет побольше но нормально цепура здесь зазор есть все хорошо здесь сзади все большие зазоры сверху тоже никаких проблем с этим нет ничего не задевать на самую большую звезду цепь накинуть не могу потому что скорости сбились надо настраивать сам не умею не берусь надо ехать сервис а еще из повреждений у меня прошел кого сидуха вот здесь в этом месте она кто долго ездить все знают что так бывает я задел отремонтировал при помощи термоусадки вот пару слов надо же сказать о практическом о практическом применении тех покрышек широких вообще по идее люди пишут и говорят что вообще fatbike в принципе и широкие колеса для того чтобы ездить по говном я по говном ну как бы не особо чтобы поездил уже но довелось вот сейчас песок заезжал по песку хорошо идет а насчет говен там грязи конкретно и прочего там боковые зацепы агрессивные там на грязевые на велосипеде в поворот стала заходить гораздо комфортнее и надежнее что ли я на четырех дюймовых за зиму четыре раза угрот 47 раз упал навернулся нахер из них наверное 1 5 я наверно падал на повороте как раз из поворот заходил на скорости как крутой за рулю и бабахался вот на этих такое ощущение что ну и как бы по асфальту то на 4 на 4 дюймовых на тех заезжал может быть их перекачал может быть еще что-то в чем-то причина но а может быть на самом деле в том что пятно контакта у 48 немножко побольше на этих заезжая в поворот более уверен как крутой гонщик наклоняешь на бок ложусь пацаны сказали в шлеме будешь ездить не будешь бояться будешь прыгать по всяким там прыжки совершать и падать не страшно я на самом деле в шлеме когда еду вот зимой когда падал я всегда голову от асфальта убираю чтобы в шлем не разбить потому что дорогой 2 себе хер знать такой куплю нет такая вот тема сейчас еще сейчас еще пару слов лирических добавлю да поеду дальше на дачу для тех кто может быть для тех кто может быть не видел мои предыдущие ролики не смотрел про велосипед и сейчас наткнулся как бы и еще мучают человека есть смутные сомнения по поводу центом и прочего все хочу сказать мне тут чувак писал типа что он несет там что про китайский байк короче китайский фэд вообще любой китайский велосипед дешевый есть смысл покупать если вы не уверены в том что будете вы кататься как вы будете кататься активно там неактивно раз в год то может быть на даче там прокатиться с детьми то есть ну не понимаете на самом деле чего вам нужно тогда есть смысл взять китайский велосипед дешевый попробовать себя на нем прокатиться немножко и потом уже если типа вас затянет вот как меня чиркнуло я не слажу там круглый год теперь зимой езжу и все такое вот и тогда если вас чиркнет тогда то я вам настоятельно посоветую купить уже что-то серии более серьезное если выкатывать там раз в месяц там по десять километров китайца по за глаза хватит относительно китайских фэдов непосредственно у меня был китайский как раз таки фэд есть ролики на ют на нашем канале можно найти посмотреть кому надо я на нем тоже жёг я на нем ездил проехал я на нем может быть в пределах тысячи где-то километров я на и он у меня вывез при этом примерно через 500 я поменял сзади трещотку потому что она разболталась у меня и где-то через два месяца после того поменял трещотку я залетел короче в яму погнул заднюю ось вот найти такую не смог мне вытачивали на заводе потом она не поставил короче там целая эпопея было вот после этого я пересел на прайд прайд донат 62 это начального уровня фэдбайк как бы это не навороченный никакой есть там круче фэты вот и даже по ощущениям даже по ощущениям просто когда едешь это день и ночь я так думаю что это как жигулей пересесть на mercedes вот по ощущению хотя с другой стороны китаец тоже катит но я с высоты прожитого и пережитого есть еще мнение что я вообще куплю китайский короче бублик какой-нибудь китайский фэтбайк и потихонечку буду его апгрейдить в принципе в этом смысл есть но нужно понимать что например обод карбоновый обода мне советовали купить один обод стоит по моему 25 тысяч вот алекс римс я не помню короче карбоновый обод это нужно понимать что как вы апгрейдить будете если алюминиевый обод вот я себе смотрел сотый 100 миллиметров ширины оба стоит 5 200 5 300 где-то вот так вот и начинайте считать при этом втулка 7 косарей 6 700 шимановская втулка задняя хочу поменять тоже кстати это жду там приедет не как ну короче вот поэтому сразу же отвергайте эту идею что типа я куплю себе дешевый велосипед а потом его буду обвешивать это отметайте сразу потому что мало того у меня на китайцы еще и рама сломалась там где под сидел входит в раму отломилась нурам остальная в принципе конечно теоретически можно было бы заварить вот но не стоит она того получится в итоге есть и обледить китайцы короче унылого чтобы он хоть как-то ехал более или менее получится цена нормального велосипеда причем даже наверное не прайда какой там коны например поэтому начинающим футбайкером я советую если на пробу попробовать купить велосипед как она покатит конечно лучше дешевый там сколько денег не жалко затратить потом можно было спокойно выкинуть или продать такому же бедолаге как вы если ездить уже конкретно много долго-долго далеко как я тогда лучше брать сразу хороший какой матерый велосипед вдову спорте ну надо все я на дачу дальше поеду сейчас еще с колеса поснимая немножко чуть может быть какие-нибудь говно найду заеду в говно и потом там нарежу в ролик вот в общем вот так всем спасибо до свидания а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА